Вот письмо у нас от маленького Вадима, от мальчика. Ему 6 лет, и он просит у Дедушки Мороза набор «Звездные войны». Светлана Изанбаева – настоящая снегурочка. Она своего рода посредник между детьми и волшебником Дедом Морозом. Каждое письмо – это маленькая жизнь. Рассказ о прожитой жизни за год и надежде на будущее, где непременно есть место для чуда. Вот девочка пишет, Аделина. Кукла-инопланетянка. Очень хочет. И мне 10 лет. Я бы хотела Деда Мороза компьютерную игру. Маленький Костя больше не хочет пластмассовых машин и сладостей. Такие подарки он получает каждый год. Ведь положительный мальчик растет в приемной семье. У него есть еще два брата и две сестры. Поэтому исполнить детскую мечту Костя мама просто не может. Вся надежда на доброго Деда Мороза. Другие не верят. Благодаря, что это глупость. Ну а ты как считаешь на самом деле? Что он существует и он подавит мне подарок, который я захотел. Костя тоже написал письмо Дедушке Морозу и таких, как он, много. Исполнить мечту ВИЧ-инфицированных детей может каждый из нас. Для этого нужно купить билетный концерт, который пройдет 6 декабря в ДК Меньжинского. Все собранные средства потратят на долгожданные подарки. Если зал будет полный, ни один ребенок не останется без новогоднего сюрприза. Мы всех вас приглашаем на благотворительный концерт, который называется «Секреты здоровья и успеха» в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. Я бы сказала, дня толерантности к проблемам ВИЧ-инфицированных. Письма для Деда Мороза Светлана Изамбаева принимает каждый день в Республиканском СПИД-центре. Буквально за несколько дней в ее волшебном мешке накопилась целая куча детских желаний. И каждое письмо, по словам Светланы, непременно дойдет до адресата. Вот только для этого нужно немножко постараться. Сегодня в Казани проживает более 60 детей со статусом ВИЧ-инфицированным. И больше половины семей, где воспитываются эти дети, сегодня сами нуждаются в материальной помощи. Их родители просто не в состоянии исполнить детскую мечту. Но стать Дедом Морозом может каждый из нас, внеся небольшой вклад в большое и доброе дело. Айгония Замудинова, Альфред Кобелевский, Телеканал Эфир.